Продолжение следует... Не покидайте дома и не оставляйте детей без присмотра. На свободе Кейн и Линч, смертники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случится, если свести вместе психопата и наемного убийцу и дать им в руки по автомату из связки осколочных гранат? Куда закинет их судьба злодейка? И каких дел они натворят? Похоже, именно этими вопросами решили заняться разработчики из датской студии EO Interactive. Те самые, что подарили миру Хитмана, безжалостного наемника-убийцу с бритом черепом и штрих-кодом на затылке. Теперь они в полной мере раскрыли тему безумия и предательства в новом ураганном экшене Кейн и Линч, смертники. От своего предшественника Хитмана Кейн и Линч унаследовали только неукротимую жестокость и презрение к человеческой жизни. Но обо всем по порядку. Знакомство этой сладкой парочки началось в тюремном автобусе, который вез смертников к месту исполнения казни. Один из них знал, что с минуты на минуту произойдет нападение на автобус и заботливо посоветовал другому прикрыть голову. Еще пара мгновений, и недавний смертник Кейн оказывается на свободе и переходит под управление игрока. Но радоваться пока особенно нечему. Нужно еще выжить в перестрелке со спецназовцами и узнать, что зачинщики этого чудесного спасения помогли ему сбежать отнюдь не из чувства человеколюбия. Он научил похеркать! Кейн – бывший наемник, долгое время выполнявший задания муфиозной организации «Семь странах третьего мира». Во время одного из таких заданий он попытался предать своих работодателей и скрыться большой суммой денег. Теперь понятно, почему эта таинственная организация вызволила Кейна из тюрьмы. Члены группировки «Семь» хотят заполучить свои деньги обратно. Для верности они взяли в заложники его жену и дочь. И не успокоятся, пока Кейн полностью не искупит свою вину перед ними. Безразличный взгляд, шрам через пол лица и окровавленный пластырь на сломанном носу. Кейна трудно с кем-то перепутать. Не менее яркая личность – его неожиданный напарник, с которым наш герой вынужден разделить свой дальнейший жизненный путь. Речь о том самом харизматичном дядечке в очках с длинными волосами, который вечно глотает какие-то странные таблетки. А главное, с момента побега он повсюду следует за Кейном, не отставая от него ни на шаг. Кто знает, может быть, Линч и не убивал свою жену, но какая теперь разница? Ведь за время совместных похождений с Кейном, они на пару убьют еще не одну сотню человек. Трудно будет Кейну не запачкать руки кровью, когда тебя сопровождает такой напарник, который не всегда может сохранить контроль над собой. В частности, в игре есть эпизод, когда Кейн поручает Линчу присматривать за группой заложников, пока сам он грабит банковскую ячейку. Во время отсутствия Кейна Линч мотивирует тем, что ему стало жарко и, возможно, скучно, убивает всех заложников, не испытывая по этому поводу никаких угрызений совести. Но этим ребятам все равно пришлось на время притереться друг к другу, ведь ничто так не объединяет, как совместное грабление банка. Игра Кейна Линч – чистокровный экшен. Разработчики не дают игроку ни минуты передышки. Едва наши герои успевают удрать с места очередного преступления, как волею сюжета тут же попадают в другую передрягу. Расслабляться нельзя ни на минуту. Фактически, если игрок, скажем так, слишком медленно соображает, то это означает провал всей операции. При таком обилии событий не словить шальную пурю практически невозможно. Поэтому кто-то из персонажей постоянно будет изнемогать от ран и валиться на пол. Тогда у другого будет несколько секунд, чтобы вколоть в бездыханное тело лошадиную дозу адреналина. При этом количество, скажем так, уколов оздоровительных, оно ограничено. А если у Кейна наступает передозировка, он гибает. Поскольку героев в игре двое, она просто создана для того, чтобы проходить ее вместе. Для этого существует кооперативный режим. Зовите друга, вручайте ему джойстик, дробовик и патроны, и пусть он прикрывает вашу задницу. Главная цель кооперативного режима — дать игроку возможность поиграть и за Линчу тоже. Напрашивается ведь, правда? При игре за него появляются свои особенности, ведь он шизофреник. Так вот, он иногда выходит у вас из-под контроля и начинает вести себя непредсказуемо. А еще, если его смертельно ранят, вы сможете услышать его внутренний голос и его детские воспоминания. Он несет настоящий бред, и я вам скажу, что это раскрывает личность психопата еще лучше. Все уровни специально так продуманы, чтобы их проходить вдвоем. Очень полезно разделяться и обходить врагов с разных сторон. Врагов тьма тьмущая, а вас всего двое, поэтому вы просто вынуждены слаженно действовать, прикрывать друг друга, лечить, вовремя подкидывать патроны, меняться оружием. В общем, в кооперативном режиме вы испытаете очень много сверх впечатлений. Но самый отвязный многопользовательский режим в Кении Линче — это, конечно, хрупкий союз. По сути своей, это отдельная игра, которая надолго затянет вас после прохождения одиночных миссий. Хрупкий союз не похож ни на что другое в жанре. Представьте, восемь игроков выступают в роли преступников, которые должны совершить ограбление. Вот, например, классическое ограбление банка. Злоумышленники прибывают к главному входу, и у них есть 200 секунд, пока не приедет полиция. В конце каждого раунда происходит дележ добычи, и самый жадный игрок, который наберет больше всего денег, выигрывает. Но вот загвоздка — можно пожадничать и еще больше. Если вы убьете кого-то из своих, вы можете забрать его денежки. Но тогда вы становитесь предателем, и вся команда начинает на вас охоту. Каждый, кто убьет вас, получит награду за вашу голову. Если вы умираете в ходе ограбления, то возрождаетесь как полицейский. Тогда ваша задача — остановить недавних подельников. Всего играется пять раундов с одними и теми же людьми, и каждый раз не знаешь, что произойдет в следующую секунду. Любой из ваших друзей может подставить вас и удрать с вашими деньгами. Ни на секунду нельзя расслабляться. Это очень необычный режим. По сообщениям пресс-службы Интерпола, кровавые следы беглецов находят по всему миру. Их уже видели в США, Японии и на Ближнем Востоке. Похоже, для преступников нет никаких границ и запретов. Кто породил этих чудовищ в человеческом обличии? Об этом мы узнаем сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В наши информационные центры стекаются данные со всего мира. Кейн и Лич не щадят никого. Неужели в них не осталось ничего человеческого? Откуда в них столько злобы? Ведь их родители приличные люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет, я Ян Спитер Куруп. Я руководитель проекта Кейн и Линч Смертники. Я расскажу вам, как мы делали эту игру и попытаюсь вам объяснить, почему у нас два главных героя и как вообще мы дошли до такой жизни. Это история о двух обычных, в общем-то, людях, которые разрушили свою жизнь. Причем они исковеркали ее настолько, что уже не могут вернуть все обратно, как бы они ни пытались. Все, что они делают, еще глубже загоняет их в угол. Кейн и Линч — конченые люди. И что бы они ни делали, они обречены. Я не собираюсь выслушивать твои бредни. Кейн и Линч — не первая наша игра. До этого мы сделали пригоршний игр про Хитмана, как вы наверняка уже слышали. Из Хитмана мы взяли жадность и прочие человеческие пороки. Сделали игру чуть более зрелой и более реальной, что ли. Мы быстро смекнули, что игра получается очень брутальной, бесчеловечной. Нужно было объяснить, почему Кейн и Линч ведут себя подобным образом. Но как заставить игрока поверить в это? Нужно было придумать образы людей, которые были бы способны на такое безумство. Вот, например, этот парень не совсем то, что нам было нужно. Молодой, слащавый, весь такой себя правильный. Разве он похож на того, кто находится на грани отчаяния? Нам нужны были жадные персонажи, грубые и жестокие. Кстати, когда мы только начинали работать, у нас был лишь один главный герой — Кейн. А Линч просто околачивался где-то в сторонке, то появлялся, то исчезал. В общем, обычный второстепенный персонаж. Но он так и норовил постоянно влезть в сюжет. Каждый раз, когда мы садились писать сценарий, чувствовали, что чего-то не хватает. Некому было составить Кейну кампанию, ответить резким словцом. В итоге стало очевидно, что без второго ключевого персонажа не обойтись, и Линч отлично справился с этой ролью. Форменный псих. Мы могли бы и в отель зайти для начала. 12 часов на этом долбаном самолете, у меня шея отваливается. Кончай ныть, нам тут еще целую ночь торчать. Ныть, я не ною, просто не люблю, когда меня игнорируют. Ты хоть можешь мне сказать, откуда она возьмет этот Кейс? Или ты сам не знаешь? Просто делай, как я скажу, и он будет у нас. Только заткни свое хлебало. Не забывай, ты все еще передо мной отвечаешь, ты ублюдок зазнавшийся. Да расслабься ты, нет у меня ничего. Играешь и отчаянно пытаешься понять, что же руководит этими ребятами, что вынуждает их идти на такой риск. Вот мать твою, не выношу высоты, и как меня угораздило на это согласиться. Да не дрейфь, ты еще немного и кисть наш. Ритамото и Питсвик не успеет, как мы его пристрелим. Как скажешь. В такой игре, как Кейн и Линч, огромную роль играет музыка. Она все время меняется в зависимости от того, что вы делаете и что происходит на экране. Еще очень важная тема Кейна. Она не написана для какого-то определенного момента. Она проходит красной нитью через всю игру. В ней отражается все раскаяние этого человека, его тоска по семье, которую он потерял. Эта тема периодически возникает по ходу действий. Хотя игра очень жестокая и кровавая, такая музыка позволяет сделать игру и сам образ Кейна более человечным. Действия Кейна еще хоть как-то можно оправдать, но Линч не вызывает никакого сожаления. Хотя на самом деле они оба порядочные ублюдки. Они не могут нравиться, эти люди не вызывают никакой симпатии. Но за них, черт возьми, ты переживаешь. И этого мы и стремились добиться. Это место выводит меня из себя. Выпей свои таблетки и уймись. Принял последний еще в самолете, ненавижу летать. Твою мать, идиот, подержи себя в руках хоть несколько минут. Да все в порядке, и просто бесит все. Твою мать, ненавижу этих потных ублюдков. Да где же этот гребаный офис? Наверху, а ты заткнись. Ты козли, но только о себе думаешь. Кейн и Линч — это настоящий нон-стоп. Все время бежишь, куда ты прячешься, полишь без разбору. Но вместе с тем этот сюжет достойный Голливуда. Настоящий вызов для разработчиков и настоящий праздник для игроков. Отпраздновать это торжество насилия вместе с нами мы пригласили эксперта. Как он повеселился, мы узнаем после рекламы. Криминальный дуэт Кейн и Линч на ваших глазах превращается в трио. К наемному убийце и невменяемому психопату присоединяется наш эксперт. Интересно, а что из этого выйдет? Ведь справку из психдиспансера моего эксперта не спрашивали. Привет, друзья. Как велико в нашей жизни магическое влияние знаменитых названий. Стоит только услышать, что должна появиться в свет игра от создателей Хитмана, как руки тут же сами тянутся к календарю, зачеркивают последние деньки оставшиеся до выхода игры в свет. Кейна и Линча мы ждали. И дождались. А теперь сделаем вместе с ними ноги из тюрьмы и примерим на себя тесную шкурку беглецов, которые находятся во всесоюзном розыске. Вперед! Владимирский Централ, ветер северный. Да, тюремный автобус мало чем отличается от школьного. Те же головорезы, только совершеннолетние. И так же хотят на свободу. У заключенных мечты сбываются чаще, чем у школьников, потому что там охрана слабеет. Вот беглецы на улице. Картинка на экране смазана до такой степени, что поначалу опасаешься за исправность монитора. Тут же накатывает чувство беспомощности. Герой едва управляем. С грацией медведя-шатуна он под моим чутким, но бездарным руководством отползает в укрытие и бежит в туманную даль за толпой. Поначалу только и делаешь, что бежишь, прячешься и ловишь себя на том, что вздрагиваешь от каждого выстрела вместе с героем. Такого воздействия и таким способом мне не доводилось испытывать уже давно. Наконец, товарищи по несчастью попадают в какой-то павильон, знакомятся друг с другом, ну и осваиваются с оружием. В кармане пистолет, на плече автомат, за пазухой пара гранат. Первая крупная перестрелка. Очень советую не забывать о правой кнопке мыши. Прицельная стрельба значительно сокращает жизнь полицейским и продлевает вашу собственную. Я говорю вашу, а не персонажей. Потому что полное отождествление себя и двух беглецов, один из которых, кстати говоря, больной на всю голову, а у второго полна черепна коробка тараканов, наступает на пятой минуте. Удивительное чувство сопричастности. Бегом, с опаской, вверх по лестнице. Охранник. При этом успеваешь подумать, что он, наверное, вечером собирался на футбол или к девчонке. Прости, приятель, ничего личного. Газовая граната в вентиляции. Тревога. Беготня. Сейф. Охранники накатывают волнами. Не, ну что творят, б***ь, что творят? Одни прячутся за углами, другие геройствуют и прут напролом. Как в жизни. Мне это геройствовать ни к чему. Мне это лишь бы ноги унести. И желательно не в руках. На них уже столько крови, что теперь до суда дело точно не дойдет. Прикончит в перестрелке. Как пидать. Прикончит. Шальная пуля, и я на полу. Все, конец? Нет. Мой верный напарник, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. То есть, тьфу, что я говорю-то. Оживляет меня каким-то уколом. Как говорится, капля никотина убивает лошадь, а капля – кацетели, и лошадь снова на ногах. Кассовый зал. Сметение. На сознание доносятся крики «Не мочи, фраеров, нам заложники нужны!» Но курок спущен, и заложники отправляются в мир, где банки никто не грабит. В любой другой игре с меня либо сняли бы очки, либо попросту заставили проходить миссию заново. А тут все как в жизни. Только рано затягиваться, быстрее. Ох, дальше рассказывать не буду. Игра цепляет в первую очередь тем, что совершенно невозможно предугадать, что случится в следующее мгновение. Похвастаюсь только, что мое первое грабление прошло успешно. Итак, дорогие друзья, что сказать напоследок? Мир искусств узнает множество ярких дуэтов. Ромео и Джульетта, Биус и Батхит, Гаргантьюай Пантагрюэль, Джеймил Челевый Боб, ну и теперь Кейн Ильич. Шекспировский накал и MTV-шная бесшабашность наверняка захватят новое поколение, которое выбирает пиво и читает в метрокнижки Павла Каэлью. Главное не убиваться, что компьютер вы уже прокачали, а эти самые деньги вполне можно было пустить на пиво и Павла Каэлью. Поиграв день, который сменится бессонной ночью, утром вы выйдете в институт или на работу, и в подъезде обязательно пошлепаете себя по карманам, чтобы проверить, на месте ли пистолета запасная обойма. Иконостас видеоигр пополнился еще одним культовым образом. А сколько встреч с прекрасным готовит наступающий 2008 год. Икона видеоигр поздравляет вас с этим волшебным праздником и прощается до января. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!